Друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский и, как всегда, по вторникам день фондового рынка, инвестиционный эксперимент. Сегодня очень, ну и вообще сейчас, вот последние дни, очень интересное время, потому что фондовые рынки России, международные, существенно просели. И это, на мой взгляд, возможность купить дешевле все те же акции, которые совсем недавно приходилось покупать заметно дороже. Ну, можно сказать, что черная пятница, как некоторые наши подписчики шутили в последних комментариях. Итак, что давайте мы посмотрим на то, что вот даже у меня на графике, видите, Monday Sale распродажа в понедельник. Это, наверное, правда какая-то реклама. Что у нас сейчас происходит на финансовых рынках? Итак, в текущий момент российский фондовый рынок, ну вот я годовой график открыл, видите, что заметно просел. То есть, вот примерно 37% до 23% откатился. Ну, это годовой график, то есть падение, если возьмем месячный график, вот я сейчас его увеличу, от самых максимумов, которые были достигнуты. Ну вот они примерно, то есть где-то минус 10%. Правда, сейчас идет уже отскок некоторый и понятно, что тут в большой степени это и некоторого рода, ну не то, что гадание, но ожидание, что кто-то считает, что сейчас может пойти волна новых локдаунов, очень серьезная, которая задавит рынки и они откатятся сильно вниз. Кто-то считает, что ничего страшного, быстро сейчас все по старому сценарию отыграется. Я скорее сторонник, что то, что касается российских акций, которые, российских компаний, которые сейчас получают очень неплохой прибыль, то по ним все неплохо. Поэтому сегодня и на прошлой неделе я продолжаю закупаться дивидендными акциями и на этом сегодня, собственно, сделаю больший акцент. Америка, если посмотрим на Америку, не так сильно, но тоже вот несколько просела в последние дни. Будем смотреть вот как сейчас, сегодня, что произойдет. Если за год посмотреть, то, в общем-то, графики уже сблизились, хотя в какое-то время, в какой-то момент Россия сильно обходила Америку. Итак, как всегда, предупреждаю о рисках. То, что делаю я, это делаю я. У вас могут быть совсем иные цели, стратегии и подходы. У меня эксперимент строится, то есть я буду сегодня показывать и обсуждать с вами российский портфель дивидендных акций и индексный пассивный портфель из облигаций акций золота. Сейчас он выглядит вот в такой форме. Давайте я даже уберу то, что было. Это уже не столь актуально для нас сейчас. Вот текущая структура инвестиционного моего пассивного портфеля, которую я стремлюсь соблюдать. Я добавил развивающиеся рынки, уменьшил долю России. Она все равно косвенно есть, ну не косвенно, а треть развивающихся рынков это Россия, но немножко добавились и другие страны. Сейчас у меня в планах докупать, собственно я вот этот фонд от Тинькова развивающихся рынков планирую докупить около 3000, даже чуть больше этой суммы. Кроме того будут докупки в портфель российских дивидендных акций. Я буду докупать в основном металлургов сейчас, но кроме металлургов еще кое-что. Вот у нас в инвест-клубе финанс-1 каждую неделю идет обновление актуальной таблицы по топовым дивидендным акциям. Мы смотрим на следующее, то есть это акции, по которым ожидаются высокие дивиденды за следующий год. Вот по металлургам в частности сейчас на уровне 19% дивидендная доходность ожидается. Но вместе с этим еще и те компании, они зеленым выделены, по которым исходя из их ожидаемых денежных потоков прогнозов по прибыли, они наиболее недооценены сегодня. Понятно, что это прогнозы, они могут не сбыться, но тем не менее вот более подробно алгоритм описан в инвест-клубе. Если актуально, присоединяйтесь, изучите. И что сейчас, давайте сейчас начну с того, что мы посмотрим на Intel Invest. Сейчас я открою Intel Invest. Как сейчас ведут себя портфели. Так, открываю портфель в пассивный. Сейчас он, так вот немножко он не обновился, но не критично. Сейчас портфель показывает доходность на уровне, среднегодовую доходность на уровне 15,5% после заметной просадки. Но я воспринимаю это именно как возможность докупаться по более низким ценам. Хотя, вот совсем недавно у нас был разговор с одним из инвесторов, который прям сказал, все, я решил уходить с фондового рынка. Мне не дает это спокойно спать. Я каждое утро смотрю на котировки. И то, что я вижу, меня пугает, меня это напрягает, не дает нормально работать. Потому что я вижу, что у меня бац, портфель там минус 100 тысяч за один день. И мне это очень некомфортно. И это абсолютно корректный подход. То есть надо смотреть на свою психологию. Если вас вот эти колебания фондового рынка выводят из психического равновесия, то лучше держаться от этого подальше. Ну, либо совсем уйти чисто в какой-нибудь поевой фонд. Но там тоже будут колебания. Может быть тогда для вас актуальны именно стабильные консервативные стратегии. Допустим, типа недвижимости, где идет постоянный арендный поток. И вы знаете, что оттуда вы стабильно зарабатываете. Поэтому смотрите, психология имеет очень важное значение. И кто бы что ни говорил, что да вот, допустим, там дивидендные акции, это не актуально. Это дивиденды, это на самом деле иллюзия. Лучше покупать просто фонды, а когда надо их продавать. Это теоретический подход, на мой взгляд, совершенно не учитывающий психологию людей. А психология такова, что продавать активы очень неприятно для многих людей. Ну, например, если мы берем дивидендные акции, там выплачиваются дивиденды. И у тебя появляется свободный кэш, на него можно либо вывести его, либо что-то докупить. Но есть люди, которые говорят, что да нет, это все ерунда, надо просто покупать индексные фонды. Это правильнее. Но повторюсь, это совершенно не учитывает психологию, которая имеет очень важное значение. Для многих людей, для меня в частности, крайне некомфортно продавать активы, особенно на падении. Ну, допустим, сейчас мне было бы очень обидно продавать что-то из активов, когда падение там 10-15% по ряду акций. Хотя это, конечно, не критическое падение, бывает и гораздо больше, но даже так неприятно. А дивиденды ты получил и как бы в этом плане все спокойнее. Поэтому теорию и практику инвестирования надо разделять. В теории может быть одно, а практика, учитывающая психологию человека, она другая. Но, может быть, вы с этим не согласны и скажете, что все иначе. Итак, открывая Intel Invest, смотрим, что у нас сейчас по фондам. Россия пока выигрывает, но, в общем-то, сравнялись фонды российский и американский. Остальное, ну, Китай пока больше всего тянет вниз по убыткам. Если мы говорим про портфель российских дивидендных акций, здесь вот он сейчас где-то 3 миллиона 800 тысяч. И больше всего Сбера, Газпром, ГМК, Норникель, МТС, Полиметалл, ОГК-2. Ну, собственно, я буду в основном докупать то, что не в лидерах. Хотя немножко Сбера куплю все равно. Но в большей степени буду покупать то, чего здесь меньше. Ну, чтобы больше сбалансировать портфель по отраслям и разным акциям. Итак, начну с Тинькова. Захожу в Тиньков и здесь все просто. Сейчас мне надо купить доллары. Так, купить доллары. Доллар, конечно, сейчас довольно на высоких уровнях. Вместе с падением цен на нефть доллар взлетел. Но, тем не менее. Так, 316 лотов покупаю. Готово. И теперь так. Все, я купил доллары и покупаю развивающиеся рынки. Вот они просели, фонд развивающихся рынков, но уже небольшой отскук есть. Покупаю. 34 лота у меня получится купить. На 319 долларов. Готово. Куплено. И теперь перехожу к портфелю дивидендному. Вот он. И что я здесь покупаю. Вот у меня распечатка. Такая таблица, чтобы мне было удобнее. Распечатываю. И что у меня в планах сейчас. Я покупаю... Я куплю немного Газпрома. Хотя у меня его и так достаточно много. Но слишком высокие ожидания по нему. Буквально одну акцию прикуплю. Вернее 10 акций, 1 лот. Но, тем не менее. Так, но дальше иду. Дальше у меня МНК. Магнитогорский металлургический комбинат. По которому хорошие ожидания с разных сторон. То есть, хорошие ожидания в плане той прибыли, которая ожидается у компании. И, соответственно, потенциала роста акций. И хорошее ожидание по дивидендам. Плюс низкая долговая нагрузка. И так, МНК. Я покупаю сейчас, сверяясь, лоты. Так, 10 штук в лоте. То есть, один лот будет стоить 620 рублей. И я покупаю 10 лотов МНК. Готово. МНК прикупил. Следующее, что я покупаю. Опять же, металлургов. Липецкий металлургический комбинат. НЛМК. Где, собственно, практически аналогичная ситуация. Ожидается хорошая прибыль у компании в следующий год. Хорошие дивиденды высокие. И компания достаточно выглядит недооцененной. В этом плане. При этом еще и хорошие дивиденды. Так, проверяю. Один лот 2000 будет стоить. Я покупаю 4 лота. Новолипецкого металлургического комбината. Купил НЛМК. Дальше. Следующее, что я покупаю. Татнефть, привилегированные акции. Татнефть. Татнефть. Вот сейчас нефть подешевела, свалилась. По Татнефти, наверное, одни из самых таких серьезных ожиданий в плане потенциала роста и хороших дивидендов. Но дивиденды в меньшей степени. В первую очередь потенциал роста. Но и вместе с этим дивиденды тоже достойные. Так, один лот 4000. Я покупаю 10 лотов. Татнефть. Готово. И финальное, что я куплю. Я куплю просто для приличия немного Сбера. Хотя у меня и так его много. Сбер у меня лидер в портфеле. Но от Сбера слишком уж хорошее ожидание. Один лот куплю. Есть. Все. Докупки совершил. Свои. Напишите, пожалуйста, что сейчас покупаете вы. Используете ли вот это падение. Либо наоборот опасаетесь, что произойдет еще более глубокая коррекция. И сейчас стараетесь держаться подальше от фондового рынка. Удачных инвестиций. С вами был Николай Мрачковский. И небольшой анонс в завершении. На этих выходных у нас будет очень интересное мероприятие. Живой семинар. Секреты инвестирования в недвижимость. Если вдруг задумывались об инвестициях в недвижимость. Чтобы создать себе стабильный пассивный доход. И плюс зарабатывать на погашение ипотеки. На приросте стоимости долгосрочно недвижимости. То будет у нас 4-5 декабря в Москве живой семинар. Есть его онлайн версия. Но подробнее сейчас я отдельным блоком про это расскажу. Ниже под видео будет ссылка. Можете посмотреть все детали. И если соберетесь присоединиться. Если вы интересуетесь вопросами инвестирования в недвижимость. Создание пассивного дохода. То я приглашаю вас на мой авторский тренинг. Секреты инвестирования в недвижимость. Создаем надежный источник пассивного дохода. За 2 дня мы изучим с вами все основные тонкости, нюансы, фишки, секреты. Которые позволят вам зарабатывать на недвижимости намного больше денег. Чем это делают все остальные люди. Вы узнаете, как подбирать самые выгодные объекты. Как их находить. Как находить то, что почему-то продается дешевле рынка. Как получить самые выгодные ставки по ипотеке. Как не платить ипотеку несколько месяцев. Как разбить квартиру на студии так, чтобы это было во много раз более выгодно, нежели при обычной сдаче. Каким образом соблюсти все требования законодательства. Как правильно с этого всего еще потом заплатить налоги. Как сделать так, чтобы вы сдавали квартиру по максимальной стоимости. И еще огромное количество тонкостей и нюансов, которые будут на этом тренинге. Которых мы не затрагиваем, не разбираем в открытых уроках на ютубе. Если вам эта тема интересна, крайне рекомендую посетить данный тренинг. Кроме меня, я там собираю еще обычно порядка 7-8 экспертов на этом рынке. Это управляющие компании, это риэлторы, это ипотечные брокеры, это строители, которые делают инвесторский ремонт и так далее. Сможете с ними познакомиться, получить их контакты и в будущем обращаться, если будет необходимо. Если вам тема инвестирования в недвижимость актуальна, приглашаю вас на мой авторский тренинг «Секреты инвестирования в недвижимость». Проходите по ссылочке под этим видео, регистрируйтесь, жду вас.